Привет! Для начала хочу сказать спасибо всем, кто пишет и делится своим опытом. Тех же куриц мы завели 7 месяцев назад и совершаем, казалось бы, глупые ошибки. Но вы пишите комментарии, мы читаем, учимся у вас и очень вам за это благодарны. Там же в комментариях вы спрашивали, как сделать ржаную закваску, и сегодня я вам обязательно это покажу. Но для начала я хочу рассказать вам удивительную историю, достойную премии Дарвина, как я повредил спину. Ролик, где я травмировался, я, к сожалению, еще не доделал, и на видео эти эпичные кадры не попали, так что попробую на словах. На прошлых выходных к нам приезжал Гурин, по обмену опытом, так сказать, и обучал меня видеосъемке. Еще один наш общий друг дал мне шикарную камеру, несколько объективов, чтобы я практиковался, и я на нее сейчас, кстати, снимаю. Огромное спасибо тебе, Михаил, от души. Ну и пошли мы, значит, на ближайшее озеро бложек поснимать, с детьми погулять. Озеро здесь недалеко, буквально 5 минут езды на автомобиле, летом мы туда ходим купаться, зимой вот просто там на лыжах гоняем иногда. Приехали, припарковались на дороге, к самому озеру не подойти, там специально уложены камни, чтобы сохранить его красоту, и я считаю, что это правильно. Ну, походили, поснимали, погуляли, пообщались, и очень замерзли, солнце стало садиться, то есть, ну все, видеосъемки кирдык. Подходим к машине, а она не открывается, никак, от слова совсем. Я бегаю вокруг, дергаю ручки, я замерз, дети замерзли, у меня сосудки с бороды уже висят, все, капец. Машина на сигналку не реагирует, ничего с ней не сделать. Я помню, что я не закрывал дверцу багажника, ну там брать нечего, что там, пол банки омывайки. Дергаю ручку багажника, все, примерзло, намертво, и в какой-то момент, вот, дернул как-то так, что потянул спину. То ли встал как-то не с руки, то ли замерз, а может и то, и другое сразу наложилось, но я понял, что вечер обещает быть томным, и я вышел из строя. А знаете, в чем главный прикол? Это была не наша машина. После того, как мы припарковались и ушли, подъехал грузовик и встал за нами. Все, нашу машину не видно, следом встал такой же серебристый Добло, номера заметены снегом, машина у нас недавно, и вот так сходу, наверное, я и не узнал бы. И вот я ходил, ломал ручки у чужого автомобиля. Ну и, соответственно, к вечеру меня скрутило буква ЗЮ, с утра я поехал в поликлинику, и теперь на больничном. Лена меня растирает мионовозином, ну, чем-то таким обезболивающе, пью противовоспалительные. В общем, я сижу дома. Есть у меня сейчас возможность попротектоваться и в видеосъемке, и в монтаже. Так что нет худа без добра. Вообще, со спиной у меня проблемы имеются в принципе, и я делаю упражнение, растяжечку. Ну, вообще, в идеале это три раза в неделю надо делать, но я забиваю там, времени нету, и получается по факту-то реже. И, кстати, если вам интересно, если тоже у кого там болит, что, напишите в комментариях. Я вам сниму видео, что я делаю, где я это взял, откуда у меня такая инфа. Вот мне вот реально помогает. Но это, конечно, позже, когда поправлюсь. А сейчас, как я обещал, я покажу вам, как готовить ржаную закваску. Много сил и времени у нас это не займет. Для этого нам потребуется 100 грамм ржаной муки, 100 миллилитров воды и один дядя Федор. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо тебе, юный мастер. Как видите, нет ничего сложного. 100 грамм муки, 100 грамм воды. И вот, пожалуйста, у нас домашняя ржаная заквасочка. Я бы воды добавил побольше. Воду нужно взять фильтрованную или кипяченую. Остальное все за нас сделает время. И любимые нами процессы брожения. Ставим в теплое место. Через сутки достаем. Убираем половину. И добавляем еще 50 миллилитров муки. И 50 миллилитров воды. И так делаем неделю. Ну, вы когда понюхаете, вы поймете, что она у вас забродила. Вот наша заквасочка, с которой мы завтра будем печь хлеб. Она немножко пожиже. Закваска, когда вам не нужна, ее убираете в холодильничек. Она там замечательно хранится. И достаете ее за сутки. Перед выпечкой подкармливаете. Ну, и, соответственно, через сутки печете домашний хлебушек. Также не забывайте оставлять немножко закваски, чтобы ее дальше разводить. Под видео, где мы пекли хлеб, много было дельных комментариев. И спасибо вам за это. Я учусь у вас. Вы у меня. Вместе мы развиваемся. И делаем этот мир лучше. Ну, а у нас на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Жмите в колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски нашего реалити-шоу. Всего вам доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok